Девушки отдыхают 20 дней весь мир затояв дыхание следил за судьбой Оксаны, и тысячи неравнодушных людей отправляли деньги на ее лечение. Она обещала всем, что выживет. Пора живу и выжить. Все. Но 29 марта Оксаны не стало. Вместе с матерью Татьяной Суровицкой смерть ее единственной дочери оплакивала вся Украина. 27 ноября Николаевский суд приговорил трех обвиняемых в убийстве и изнасиловании Оксаны Макар к пожизненному заключению 14 и 15 годам тюрьмы. Но уже через несколько дней после объявления приговора страну потрясло новое известие. На мать Оксаны Макар, Татьяну Суровицкую, открыли уголовные дела сразу по пяти статьям. Торговля людьми, принуждение к вступлению в половую связь, злостное невыполнение родительских обязанностей и сутенерство. Кроме этого, общественность хочет знать, куда на самом деле были потрачены средства, собранные на лечение Оксаны. Ведь жители Николаева утверждают, что Суровицкая купила на эти деньги квартиру в элитном районе города. Сегодня и только в нашей программе впервые появится мать Оксаны Макар, Татьяна Суровицкая, которая готова откровенно рассказать, на что потратила собранные для ее дочери деньги. А также нам удалось узнать, кто на самом деле воспитывал Оксану и почему эта ужасная трагедия произошла именно с ней. Сегодня мы попытаемся понять, насколько правдивыми являются эти обвинения. А помогут нам разобраться в этом наши эксперты. Адвокат Михаил Присяжнюк. Психолог Наталья Холоденко. Народный артист Украины Владимир Крюшко. Ресторатор Маргарита Сичкаль. Журналист, который занимался делом Оксаны Макара, Алексей Кутепов. Писательница Ирена Карпа. Весь мир сочувствовал матери Оксаны Макары. Сегодня она пришла в нашу студию, чтобы рассказать, как переживает смерть единственной дочери. И какого наказания хочет для ее мучителей. Татьяна Суровицкая. Здравствуйте, Татьяна. Позвольте выразить свое соболезнование. К сожалению, ваши надежды на то, что ваши дочки в жизни не оправдались. Как вы теперь живете? Как живу? Памятью о дочери и все. Не только вы. Все надеялись на то, что ваша дочь выживет. Давайте посмотрим ее последнее видео, которое было снято в больнице. Скажи, доченька, пару слов на Украину. Скажи, что ты... Как ты хочешь, чтобы их наказали? Просто скажи. Они собрали, лезли яйца. Скажи, как ты себя чувствуешь? Ф***. Плохо. Покажи просто ручку. Покажи. Скажи, видишь, видите, что они со мной сделали? Скажи одну дочь, я пока живу и буду жить. Скажи. Пока живу и буду жить. К сожалению, травмы у вашей дочери были достаточно серьезными. И 29 марта она умерла. Я вижу у вас в руках портрет вашей дочери. И что еще? И фотографии раздать людям, которые за нее переживали. Такие же самые. Я знаю, что вы настаиваете на том, чтобы в вашем городе установили памятник вашей дочери и назвали улицу в ее честь. Правда? Правда. Я знаю, что вы собираетесь написать книгу у Оксани. О чем будет эта книга? Просто ее жизнь. Я уверена, что ее будет читать. Почему? Не знаю. Просто уверена и все. Я понимаю, что вашу дочь не вернешь. И для вас самое главное это сейчас действительно добиться справедливости. Виноваты они все одинаково. Делали преступления тоже все одинаково. Одному заказали, как выяснилось у нас самому бедному краснощеку пожизненно. Присижнику левее 15 лет и по Госяну посередине 14. Вы согласны? А сколько? Я согласна. Какое наказание для них вы считаете справедливым? Всем по жизни. Я жалею о том, что я не судья. Это раз. И во втором я считаю, что нет. Как бы там ни было. Это быстро, безболезненно. Но нет расстрела. Сегодня у нас в студии Виктор Власюк. Ваш адвокат, человек, который отстаивает ваши интересы. Скажите, Виктор, вот вы как считаете, три человека, которые участвовали в этом преступлении, почему они получили разный срок, насколько это справедливо? Ни одного смягчающего вину обстоятельства нет. Ни у одного из троих преступников. Они все совершали одно и то же действие. Ну, в разных каких-то своих долях участие принимали. Никто из них не раскаялся. Вы как-то будете пытаться добиться справедливости? Любой приговор мягче, чем пожизненно. Мы будем оспаривать в апелляционном суде. Дойдем до Верховного суда, если это будет нужно. Михаил, у меня к вам вопрос. На ваш взгляд, почему так получилось, что участвовали в этом зверском преступлении трое, а сроки они получают разные? Они применили норму закона. У любого преступления есть заказчик, исполнитель и пособник. В преступных кругах это называется паровоз. Они сделали из краснощека паровоза и все повесили на него. Он в данном случае и заказчик, и исполнитель, а присяжнек и Погасян просто пособники. То есть они утаили. Не могут три шестью руками душить. Есть, значит, один лидер, два каких-то подельника. Если один душил, то второй выносил. А это разная квалификация преступления. Алексей, двое могут держать, пока один душит. И он-то ничего не сделал. Это вина. Это преступление. Это преступление. Да нет, один душил, а второй смотрел. И при этом ничего не сделал. И не помешал. Вот это правда. Это истинная правда. Не помешал. Но квалификация тогда соучастие в убийстве. Квалификация тогда получается не оказание помощи, не заявление в милицию. Но конкретно следов рук, например, того же Погасяна нету. Вы понимаете, почему прокуратура не может просить одинакового наказания. Но в бывшем Советском Союзе было понятие «групповуха». И кара выносила всем одноковано. Но я жалкую, что в нашей державе Идминана покарание смерти. У меня есть негласная информация о том, что все авторитетные люди преступного мира, вы уж простите, я на улице вырос, они приняли единогласное решение, что куда бы ни попали эти трое, они сделают им жизнь такую, какая была она у Оксаны 20 дней. Сейчас по поводу того, кто виноват, сколько им дать, ведутся ожесточенные споры. Вот даже в нашей студии. Но не менее ожесточенные споры ведутся по поводу, в общем-то, того, как после смерти дочери живет ее мать. Потому что многие вменяют вам в вину то, что с вашей дочерью это произошло. Спасибо. Давайте сюда пригласим человека, который, в общем-то, ну, по сути, подал иск в суд против матери Оксаны Макар. Против вас, Татьяна. И он готов объяснить, в чем он вас обвиняет. Встречайте, Анатолий Иваниченко. Здравствуйте, Анатолий, присаживайтесь. Доброго вечера всем. Я хочу сказать, что представляю Украинскую гельсинскую спорту. И мы все выступаем за справедливое и законное покарание для гвалтівників-бивцей. Как матері, мы співчуваем и пані Суровицкой, которая втратила доньку, что в ней было. Тут у нас нема дискуссий. Но я утверждаю, что значная вина в том, что стало с Оксаной, лежит и на вас, пані Татьяну Суровицкой. Я объясню, когда мать Оксани сдала свою доньку в интернат, Широколаннівський, Веселинський район, она написала заяву, что она позволяет, чтобы из этого интерната Оксану забирал такий свой пан Бреславский. Дорослий мужчина забирал 13-летню девчонку до себе на каникули. И вот когда в грудне, 26 грудня 2006 года, он забрал ее на каникули, после зимовых каникул она не вернулась. Керівництво интернату, и это засвечено письмовыми доказами, стверджуя, что когда Оксана не вернулась на каникули, они начали ее шукать. Они ее не знали у Бреславского, они ее не знали у Суровицкой, они ее знали в городе Глухов, Сумской области. Когда она вернулась в интернат, она сообщила, что Бреславский, который час от времени забирал ее, разбешивал ее и взвалтовал. И от этого взвалтования она втекла. А далее с Суровицкой еще взвалтовали по дороге Глухов, водеи, которые преимуществовали в 13,5 лет расплачеваться за транспортные услуги. Это пан Брехун, познакомьтесь, пан Брехун. У меня в руках документы из интерната. Пан Брехун. Стоп, стоп. Документы. Давайте сейчас разбираться в этом всем обстоятельно, хорошо? А кто вот господин Бреславский, которому вы позволили забирать свою дочь? Бреславский, этот который помогает. Володимир Григорович. Мне, мне, когда мне было тяжело. Он помогал, что вы имеете в виду? Ну, финансово, допустим. Это просто был друг семьи. Это моего возраста человек, даже немножко старше. Друг семьи, который просто помогал? Да, но это моя была частная личная жизнь, моя, моя. А почему он забирал вашу дочь? На каникулы, потому что в Луче даже нет речки, а в Николаеве есть море, то есть, ну, то есть, речка есть, пляж. Она выезжала, летом заорала, отдыхала. То есть вы ему доверяли настолько, что позволяли забирать свою дочь? Да, да, да. Я даже написала разрешение, что он может иногда забирать. Вот какую версию знакомства Оксаны и Бреславского нам рассказала директор интерната. Когда Оксана поехала на летние каникулы, когда она продавала яблоко в Николаевне, и запропонировала эти яблоко прихожему. Он сказал, что у него денег нет, сказал, что может резервоваться с детьми дома. Ну, так Оксана пошла к этому человеку, прожила она в нём 27 дней. Это чудовик завез её домой, позанянулась с Тетяной Романовной. Между ними завязалися дружные отношения. На тот момент ему уже было лет 50, мабуть, да? Приезжал он, привозил ей цукерки, то книжки привозил, он много дитячих книжечек привозил, то одяг привозил, то колись навык духи привез, да, с помадой. Мы с ней поспілкувались, вона, ну, возможно, не так, вона рассказывала, как нам, но она тоже сказала, что дядя Вова ей там пробовала. Пробовала. Ну, причина её втечки была, что, небыто, её пробовали салтовать. Кто? Ну, знаю. Тот человек, за кем она проживала, чек-то красивый. Тот, что привозил цукерки? Нет, тот, что привозил цукерки. Директор интерната очень болезненно переживает всю эту историю, потому что они очень боялись этого ребёнка. И теперь, когда это всё выплыло, и так закончилось, они с большой болью приходили в суд и говорили такие слова. Они дали характеристику официальную, что был факт, факт установленный. Оксана приехала, когда её нашли уже из Сумской области, она говорит, меня изнасиловал, такой-то и такой-то. Директор набирает при этом сразу Татьяну Романовну. Татьяна Романовна приезжает в интернат с Береславским и говорит, вы, пожалуйста, руки. Это человек, который нам помогает сильно. И директор говорит, всё, я ничего не могу сделать. Родительские права у этого человека есть. Давайте послушаем, как это комментирует директор интерната. Татьяна Романовна, мы поведомли ей про этот факт. Татьяна Романовна сказала, что это неправда, что мы с водами наклик этого человека. Я попросила извинения за свои подозри. Татьяна Романовна забрала дитину на обстежение в лекаре, потому что мы вважали, что дитина пережила психический стресс. Попросила Татьяну Романовну, чтобы она показала девушку лекарям. И с того часу Татьяна Романовна забрала Оксана. Сказала, что не было всё в порядке, но нет. Под комментирует нам представлено не было. Даже если девушка какого-то обмогла, нужно провести службу в расследование, установить единственное и за необходимость подать позов про позбавление своей матери батьковских прав. Мама была против разбирательства. Михаил, у меня вопрос. Я бы хотел, чтобы вы дали правовую оценку действием директора интерната, который узнал об этом факте, но, к сожалению, дело дальше не пошло. Могла ли мама быть против того, чтобы он дал ему ход? Ну, как минимум, в письменном виде могла бы. У него достаточно ограниченные функции, если мать против. Если бы я, будучи директором интерната, узнал, что кого-то из детей насилуют, мне было бы все равно, чего думает его мама. Я бы точно написал бы заявление в милицию для того, чтобы они разбирались. Потому что, судя по всему, мама, ну, по словам девочки и директора интерната, была к этому причастна. Вы знали о этих документах? Нет. То есть вы даже не знали, что директор интерната считает, что вашу дочь насиловали? Не знала об этих документах. Я жалею о том, что тут нет этого. А что отметить? Это то, что если в семье происходят сексуальные отношения пачерицы с отчимом, как правило, мамы не видят этого. Искренне. И они искренне... То есть не хотят видеть? Не хотят видеть этого. Они искренне верят ну, как бы, мужчине своему. То есть я никого не обвиняю, я никого не оправдываю, но это факт. Однозначно, в подобные ситуации, как попала Оксана, попадают, как правило, дети с определенным... Ну, как вам сказать, не дети, а люди с определенной предысторией. И как мы сейчас видим, эта предыстория была. То есть здесь нельзя сказать, виновата только мама или только интернат. Здесь был комплекс событий, которые, возможно, привели к таким последствиям. Я вам хочу зачитать письмо бабушки Оксаны к Оксане в интернат. Прошу. Добрый день, Оля Александровна. Поздравляю вас с Новым годом. Пишет вам бабушка Оксана Макар. Я очень вам благодарна за чуткое отношение к детям. Я пришел вам сообщить, что не смогла забрать Оксану на каникулы. Мама Оксаны запила с тем человеком, с каким в тюрьме познакомилась. Бил ее. Нет ни работы, ни жилья. Жили у меня. Нет силы на них смотреть. Оксана, я к тебе обращаюсь. Ты уже взрослая девочка и должна понять, что в жизни главное вырасти настоящим человеком. Чтобы на тебя они показывали пальцем. Должна слушать учителей. Видишь, что с твоей мамой случилось? И тебе нужно серьезно задуматься над твоей жизнью. Я очень устал от твоей матери. Она не слушает никого. Это хорошее мне заканчивается. Учись, будь умницей. Никогда не забуду. А свою маму люби, такой, какой бы она ни была. Она одна на свете. Вырастешь и рассудишь. Кто прав? Вы были хорошей матерью? Я была хорошей матерью. Дай бог, чтобы все такие были. А скажите, почему тогда... Мама запила. Да, был у меня срыв. Мы с мужем ругались. Да, он меня обижал. Я бы не вспомнила. Как часто вы навещали дочь в интернете? Каждый месяц. Каждый месяц. Бывала раз в две недели. Я привозила ее такие торбы. Бананы, апельсины, шоколадки. Я приезжаю, она плачет. Я говорю, чего ты плачешь? У меня все забирают воспитатели. У меня забирают своим детям. Что-то она провинилась. Говорит, мама, раздевали до гола и била на меня. А почему вы, видя, как издеваются над вашей дочерью, не забрали ее оттуда? Потому что, слушайте, потому она не доучилась до девяти классов. Я приехала, ее забрала с семьей. Она там два года была. Я знаю, я сидела в комедии. Так сложилось. Я за драку сидела три года, но меня никто не выпустил. У меня тоже папа-учитель. Но это было. И я честно отсидела, вышла. И вот она была в интернате. Это повлияло как-то, как вы думаете, на ее судьбу? А это надо спросить у интерната, где она эти два года воспитывалась. А у вас надо спросить это? У меня? Да. А у меня не было другого выбора. Знаете, вот у нас есть характеристика Оксаны, которая была дана директором интерната. Протягом 2006-2007 року Тетяна Романівна лише раз відвідала доньку за брату Оксану на осенні канікули. З приватної розмови з Браславським та дівчинко з'ясувалося, що Оксана жила у випадкових знайомих. Дома з'являлася рідко. Загалом лікуванням, харчуванням, зайнятістю Оксани ніхто з рідних не переймався. 14 жовтня Тетяна Романівна приїхала до школи з чоловіком, якого Оксана називала татом. Як пізніше з'ясувалося, це був Браславський Володимир Григорович. Оксана перебувала в нього на канікулах. Оксана розповіла про те, що Браславський почав її розбещувати ще з перших днів знайомства. Оксана стверджувала, що Володимир Григорович вимагав, щоб дівчинка приводила своїх подруг. І з подругами Браславський робив те ж, що і з нею, випроваджуючи на той час Оксану на кухню. Дівчаткам Володимир Григорович давав зі слів Оксани гроші. Дівчинка розповідала, що про всі вищі вказані факти, окрім зґвалтування, знала мати. Тетяна Романівна ніби мала розмову з Браславським. Після цього, зі слів дитини, він почав давати Макар Тетяні великі суми грошей. Зі слів Оксани, мати планувала зобирати у Браславського і квартиру. Дівчинка розповідала, що вона розповідала, як так? Ваша дочка в інтернате, ви знаєте, що над нею здіваються? Хорошо, допустим, десь якщо ці обвінення в визнасиловуванні, це фантазії подростка. Але почим ніхто не зайнялся вясненням, було це насправді чи ні? Він є офіційний документ, в якому чоловік підписався, поставив печати, що це було со свого дочери. Где ці документи, Алексей? Є ці документи. Мінуточку, що ви хотіли сказати? Коє відношення має предідущі состояния матері і дочери, якщо ми розсматриваєшся в інтернатість? Той, якщо дівчинка воспитывалась в інтернаті, що все те, що ми знаємо, правда? Того, можливо, б с ней не відбувалося, якщо б її мать не сиділа, можливо, вона б не потрапила в цю ситуацію. Можна ще маленька характеристика, опять-таки, характеристика, которую можна документально проверить, подав запроси. Це в тому атмосфере, в якій росла Оксана, да? Родной отец Оксаны Макар, 44-х років Макар Сергій Ігоревич, за кражу і збыт наркотиків осуждался. За прошлый год он два раза привлекался к административной ответственности, і зараз знаходиться в учеті на милицію. Це ви зараз об отце Оксаны читаєте? Отце, да. А тепер отчим. Отчим девушки, 41-летний Суровицкий Алексей Сергеевич, імеє 6 судимостей. Вони були получені за угон автомобілі і кражи. В настоящее время він знаходиться в СИЗО, зараз, в городе Херсон. Который приїжджав к ней прощатися, кстати, никого не отпустують прощатися. А він был. Його дійсно привезли на прощання, в кобой, на ручниках, попрощаться, дійсно, с падчерицей. Где привлекался к уголовной ответственности за угон автомобиля сейчас? Мене волнует вопрос воспитання. Своих воспитайте в духе коммунизма. Саме страшное началось с равнодушності людей, да? К матері, которая не любила свою дочку, которая отправила її в інтернат. Якщо в інтернате плохо относились, надо було матері забрать дочку, якщо вона її любила. Следуючий момент. Сожитель, который пытался или уже сделал страшное дело с этой девочкой, и она защищала этого сожителя, тем самым нанесла травму девочке. Девочка писала вам письма, я верю, потому что маму любят дети любую. Просто вы не дали этой любви. Девочка к этой любви стремилась. Посмотрите, какая красавица. На своих смотрите, у меня красавица была. Вы страшный человек, Татьяна. Я прекрасный человек. Я прекрасный человек. Татьяна, стоп, стоп, смотрите. Мне теперь вот в свете этого непонятно. А о чём же книга будет? Найдём о чём. А вот о таких вот активистах. Ну, просто, исходя из того, что я слышу, ну, не было радужного детства у Оксаны. Как бы она не любила жить. Откуда вы знаете? Ну, как-то вот... Ну, вот почему вот всё это осталось без внимания? Почему на это никто не обращал внимания, не разбирался с этим? Почему до этого не подняли вопрос, а как живёт Оксана? Почему о её судьбе заговорили только после того, как с ней это произошло? Ведь этого можно было избежать. АПЛОДИСМЕНТЫ На нашу думку, мать знала про ситуацию с Бриславским и шантажировала Бриславского. Он после этого с большей материальной допомогой, она знала, что произошло. И таким чином она уже наперед забезпечила Оксане Макару эту долю, которая в кинцевом подступе заканчивалась этой трагедией. К сожалению, это ваше мнение, которое ничем не подтверждается. Есть подтверждение одного. Есть подтверждение. Какое? Про директора интерната. Давайте конкретно, какое подтверждение этого есть? Это сопутствующий факт. Адвокат знает, что в деле есть приобщены к делу протоколы административных нарушений уже в совершеннолетнем возрасте Оксаны. Статья «Проституция». Ну, ведь это факты. Вот он начитался, чтобы было. Я же, я просто озвучил вам то, что есть. Ну, это документы. Судно, быватый, голтоватый. Протоколы есть или нету в деле? А если нет, да. Поэтому давайте рассмотрим все точки зрения. Протоколы есть, но они сфальсифицированы. Позиции адвоката. Но они есть. А, то есть они есть. Они есть. Но они фальсифицированы. Мотив. Вы тоже подтверждаете наличие этих документов. Да. Дима, я могу задать вопрос Алексея? Да. Меня просто очень интересует этот момент. А. Оксана Макар была проституткой. Б. Она была плохой. Нет, я так не сказал. Да подожди ты, господи, не беги. Не перекручивайте, пожалуйста. Я не говорю, что есть админ протоколы. Я сказал, что есть админ протоколы. Да погоди ты, господи. Я тебе только штампую админ протоколов. Что ты как вошь прыгаешь? Да я просто задам вопрос. Что мы пытаемся доказать? Что мать продавала ее другому мужику. Это у нас сутенерство 303-е. Или она эксплуатировала ребенка. На какой стороне выступает в данном случае эксперт Алексей? Оксана Макар, девочка, которая воспитывалась в жутчайших, сложных условиях, недополучила материнской любви. И моя позиция такая. Не должно быть в стране социальных сирот при живых родителях. Оксана Макар была социальной сиротой при живой матери. Она была сиротой. И это повлияло на ее судьбу. Понимаете вы? Хорошо. Что вы хотите спросить? Как его зовут? Алексей. А ну что вы подозреваете в жутчайших условиях? Ну-ка. Жутчайшие, сложные условия. Миктор Борисович, вы у меня дома были у мамы, где я живу? Я надеюсь, что психологи не дадут мне соврать, что жутчайшие условия для ребенка – это отсутствие матери родной. Это отсутствие любви. Давайте подведем небольшой итог. Смотрите, что у нас есть. У нас однозначно установлен факт о том, что Оксана была в интернате при живой матери. Однозначно установлен факт, что мама Оксана сидела. Почему сидела? За драку. Отпустим. Это было. Три года за драку? Да. Хорошая была драка. Однозначно известно то, что мама, выйдя из тюрьмы какое-то время, достаточно длительное, ну, около двух лет, не забирала дочь из интерната. И один раз только приехала. Ну, при этом, в интернат к девочке приезжал взрослый мужчина, вместо матери, который забирал ее на каникулы. Паня Тетяна, скажите нам ту правду, которую зараз подумайте, не спешите, чи гвалтувал ваш товарищ, чи с кем вы живете, вашу доньку, чи не? Подумайте, а поделикуй. И все будет с вами до конца вашего життя. Нет. Вы, уверяйте, вы 100% коверяйте. Вы ему верите? 150. Вам ваша дитина это сказала? Нет. Не сказала? Нет. Она боялась? Она мне одна единственная сказала, что мама, он ко мне приставал, но я его огрела вазой и убежала. Вот так было, но не насиловал. Не насиловал? Нет. И это вы скажете, 100% в певдене в этом. Вот. Я христианка. Хрестится вот так по православному. А я вот так. Все. Справа налево. Добрый. Тетяна, ну, действительно двоякая ситуация. С одной стороны, люди откликнулись. Я знаю. Люди стали за вас героями. Я знаю. И с другой стороны, полилась грязь. Ну, возможно, дыма без огня не бывает. Я знаю, что очень часто причиной всех грязных дел являются деньги. Знаю. И у нас есть человек, который утверждает и который готов обосновать, что именно деньги виноваты в том отношении, которое сейчас есть к вам у некоторых людей. Встречайте, Вера Ярошенко. Добрый вечер, студия. Добрый вечер, зрители. Паня Татьяна наживалась на своей дочери при жизни, издавая эксплуатацию? Каким образом? Это очень серьезное обвинение. Нет, но мы документы видели. Теперь дальше. Но более того... Присядьте, пожалуйста. Присядьте, пожалуйста. Она не держится после смерти на памяти Оксаны. И у нас есть такие подтверждения. Присаживайтесь. Что вы имеете в виду? Я имею в виду. Можете как-то обосновать? Потому что обвинить мать в том, что она наживается на памяти погибшего ребенка, это достаточно серьезное обвинение. Но мы все тут рассматривали эти факты и получается логически, что после смерти Оксаны, да, мы очень много участвовали в помощи, сборе, и мы не знали, какую сумму передали Оксане, но сама пани Татьяна сказала, что не помогали миллионы людей. Те деньги, которые использованы не по назначению, волнуют всю общественность. И те не просто разговоры, документальные подтверждения, что она купила квартиры, что она делает ремонт, что она покупает технику. Об этом говорят водители такси, люди, которые в магазине видят, что она покупает дорогие коньяки. Это подтверждается и в Николаеве это не секрет. Наши активисты дали точный адрес и точные документы, но, но она утверждает, что этой квартиры нет. Официальные документы, я думаю, журналистское расследование подтвердит. И поэтому, к сожалению... То есть вы говорите о том, что Татьяна купила квартиру на эти деньги? Какие у вас здесь доказательства? А эта квартира куплена в октябре 2012 года. По документам. Говорите адрес. Мы разберемся с этим вопросом, если это правда, она понесет наказание. Во всяком случае, мы об этом скажем. Если это клевета, то извиняться придется вам. Итак, адрес какой? Вы можете адрес сказать? Николаевская 5, квартира 1. Николаевская 5, квартира 1, город Николаев. Город Николаев. Хорошо. Для меня лично это был тоже большой моральный испытание. Но мы не можем об этом молчать. Сегодня это есть факт. И, к сожалению, мы не можем об этом молчать. Я посетила главного врача, специально уже собираюсь в эту поездку, Чеботарев Александр Петрович. Главный врач, где лечилась Оксана. Он четко определил, что было потрачено за 6 дней лечения. Это вы знаете, что очень затратное лечение, ожоговое отделение. 26 841 гривна. Татьяна получала из бюджета деньги налогоплательщиков у нас за бюджетные деньги. Подожди, давайте сейчас в этом разберемся, потому что это действительно очень серьезный вопрос. Да. Татьяна, сколько денег люди пожертвовали для того, чтобы помочь вашей дочери? А теперь я вам скажу. Я не знала, сколько мне переслали денег, зато они знали. Занимался банк, я жила с ребенком в реанимации. Я этими деньгами не занималась, мне было нервно этого. Самый главный врач сказал, что вы постоянно выходили в банк к перерывам. Слушайте меня внимательно. Если здраво рассуждать, то действительно трагедия, которая с вами произошла, это была трагедия национального масштаба. И я точно знаю, что ни одна сотня тысяч людей откликнулись на это. Я знаю. И даже если каждый хотя бы гривну, не 50, а хотя бы гривну... Она 100 тысяч одним переводом переслала. Это уже приличная сумма. Вы мне сказали, что стоимость, пребывания в палате интенсивной терапии обошлась в 26 тысяч гривен. Я считаю, что денег было собрано гораздо больше, чем 26 тысяч гривен. Это, в общем-то, ну, логический факт. У нас есть мнение главного редактора Николаевского интернет-издания. Давайте послушаем, что он говорит о суммах, которые здесь фигурируют. Как хорошо, что я интернет не читаю. Боже, это урязь. Всю жизнь. Пожертвования шли со всей Украины. Пожертвования шли из-за рубежа. И не только в украинской гривне, но и в валюте. В валюте пожертвования приносили... Я был судителем, вот когда Николаева возник ажиотаж, то целая череда людей шла. Вот просто встречали ее в коридоре больницы и кто там давали, кто несколько купюр, а кто несколько... а кто пачками давал деньги. Поэтому деньги были очень большие. Да, ей открыли трехмесячный депозит. И вот сразу деньги с этого счета пришли на трехмесячный депозит. При этом, как бы, вот эти все пожертвования, фактически, из них ничего не попадало на потребности лечения по одной простой причине. А не было такой необходимости. Все было. Лекарства все привозили. Привозили автомобилями. Вот. Те же самые николаевские депутаты собрали там целую машину всего, что нужно. Там и плазмозамещающих растворов, там и дебиотиков и так далее. Принесли там полчаса только ящики таскали. Ну, смотрите, вот. Как по мне, миллион – это небольшая сумма, потому что это всего лишь сто тысяч человек по десять гривен. А я уверен, что на эту трагедию откликнулось гораздо больше людей. И я уверен, что они не ограничивались десятью гривнами. Да, возможно, был кто-то, кто дал меньше, но были те, кто дал в пять раз больше. Вот. Мне мой генеральный директор сразу пятьдесят тысяч прислал, а где я работала восемь лет в Киеве. А скажите, а куда деньги делись? Куда? Да. Если денег было вот, ну, как минимум, плюс пятьдесят тысяч, было потрачено двадцать шесть тысяч, а остальные деньги где? Двадцать шесть тысяч бюджетных денег. Не из тех, что помогали. Татьяна Романовна перечислила, когда Оксану перевозили в Донецк, две тысячи в этот день она пошла и заплатила. Так сказал главный врач. Он разрешил на него сделать посылание. То есть по вашей информации обошлось 26 тысяч гривен, из которых две тысячи была оплачена Татьяна. Это то, что знаете вы? Да, это свидетельство главного врача. А где остальные деньги? Вы, как человек, который контролирует движение по счету, вы знали, сколько денег вам пришло и куда они действуют? Сколько пришло знала? Сколько? Сколько денег? Сколько пришло денег на счет? Мне приходило и по 50 тысяч. А итоговая сумма? Мне приходило и по 100. Хорошо. Итоговая? Хотите знать 80 тысяч долларов? Это 640 тысяч гривен за все время. Татьяна признала факт существования денег. Она обозначила конкретную сумму. Пускай это не миллион и не два, но это 640 тысяч гривен. Итак, вы утверждаете, что эти деньги были потрачены на? На аппаратуру для Саши Поповой, благодаря которой она дышит сейчас и живет. Все деньги? Все. Нет, я себе 3 700 долларов оставила, чтобы было сдача. Мне надо было что-то курить, я курю 25 лет. Мне надо было что-то кушать. Как-то. А вы работаете? А как я могу сейчас работать? А что вы улыбаетесь? А кто меня сейчас примет? Татьяна, а вот за счет чего вы живете? Я? А у меня родители прекрасные, которые меня очень любят. Родители помогают? У меня друзья прекрасные, которые мне помогают. У меня друг с детства есть, который меня содержит, который не жалеет ничего. У меня сестра прекрасная, меня никто не бросает. Никто. Я знаю как минимум человек 20, которые давали конкретные деньги, конкретные. Конкретные суммы, да. Дочки к моей звонили и говорили к папе, как ей повезти. И давали серьезные деньги, не по 50 гривен там, но давали, ну я не знаю, серьезные, может по тысяче. 20 тысяч, 30 тысяч конвертик. По 500 гривен давали. Но ни один человек не сказал, и вообще ни один человек не участвовал в этом процессе, где деньги. Но вы знаете, есть люди, которыми интересно, где деньги. Есть люди, которые отдавали свои кровные деньги. А покажите мне хоть одного человека, вот 50 гривен, вместо того, чтобы отдать своему ребенку. Дима, не взагали говорит, пусть этот человек встанет и скажет, я отдал 50 гривен, я отдал 100 гривен. Сейчас в нашей студии появится человек, которому интересно, куда были потрачены его деньги. Это студентка Яна Папанайт. Здравствуйте, Яна, присаживайтесь. Я являюсь студенткой одного из наших киевских техникумов. Мне всего лишь 17 лет. В принципе, ровесница Оксаны. И я, как бы, узнавши всю эту ситуацию из новостей и всего прочего, я, честно говоря, была в ужасе. Я, как бы, я решила перечислить деньги. Я собирала, честно признаюсь, отказывала себе. Отказывала потому, что мне было по-человечески жалко этого человека. Эта девушка точно так же, как и я. Это может случиться с каждым. Я перечислила эти деньги раз, другой. Родители меня в этом вообще не поддерживали. Ни в каком, вообще никак. Я... О какой сумме идет речь? Я бы поддержалась. Вот лично вы собрали, какую сумму? Я 500 гривен я отправила. Не сразу, но несколько... Ну, это сумма хорошая для студентки. Вот. Точно так же, мой друг, которого я же уговорила перечислить тысячу гривен, он собрал стипендию и перечислил эти деньги. И вот, на данный момент меня просто волнует этот вопрос, поскольку я слышу про квартиры, про... Что вы купили квартиру. Я вообще услышала за 2 миллиона и в шоке. Сама прикинь. И мне стало интересно, неужели и мои же деньги пошли на это все? Вот перед тем, как вы ответите, я хочу обозначить, почему мы говорим о деньгах. Это не из праздного интереса. А у нас у народа баксы, баксы, баксы. Я не хочу, чтобы в следующий раз, когда кому-то понадобится помощь финансовая, люди отказывались жертвовать, боясь того, что эти деньги пойдут не туда. Поэтому давайте поставим в этом вопросе точку. А я вам скажу коротко и ясно. Как вас зовут, чтобы я обратилась? Ян. Я не заведовала банками. Мне собирали, собирали, собирали. И когда Оксана умерла, я собрала все деньги. И ваши деньги, в том числе, туда же шли. И в общем сумма получила 640 гривен. И вы Оксане хотели помочь, но не получилось. Вы помогли своей лептой, Саше Поповой. Вот она дышит. Потому что все деньги, которые у меня были, я дала на аппаратуру Саше. То есть ваши деньги там. Я не пользовалась ни рублем. То есть получается, что 3 тысячи с половиной тысяч долларов вы себя на сигареты оставляли. Вы это сказали. Я воспитываю двоих детей сама. И когда случилось горе с вашим ребенком, я помогла вам, смогла, отказала своим детям и отправила вам. То, что смогла, да, то сразу. Спасибо. И друзей попросила. Вы сами только что на передаче сказали, что вы взяли 3 тысячи долларов на сигареты. Почему вы не перечислили на жизнь? На жизнь. При этом вы говорите, что у вас есть друзья, которые вам помогают. Они вам на тот момент не помогали? Есть. На то первый месяц нет. Почему? Ну так получилось. Ведь первый месяц самый сложный. Почему они у вас появились со временем? Потому что были деньги. 80 я отдала, а 3 с половиной я оставила себе. У нас есть видео о том, как вы передавали деньги в местную больницу для Саши. Давайте посмотрим. Когда Украина содрогнулась от чрезвычного убийства Оксаны Макар, в ту же ночь, в том же городе Николаеве, было совершено аналогичное преступление. 18-летняя Саша Попова впала в кому после того, как ее зверски избил 22-летний Александр Косинов. Мать Оксаны Макар, Татьяна Суровицкая, публично отдала деньги, собранные на лечение ее дочери для покупки оборудования, которое помогло Саше Поповой выйти из комы. Сейчас она проходит курс реабилитации. Я почув про сайт Оксаны Макар. Звідти дізнався, что есть еще одна девчина. Вона в коме. Я сконтактировал и с клиникой и спросил, чи можем мы сделать что-то. Хочу, чтобы люди наконец-то успокоились и закрыли свои рты на счет того, что я деньги жалела, потому что меня добивали это все 40 дней. Аппарат будет назван в честь Оксаны Макар. Сколько стоит этот аппарат? Он стоит намного дороже, чем 80 тысяч. Просто я дала то, что у меня было, остальное добавлял. То есть вы говорите, что он стоит гораздо больше, чем 80 тысяч долларов? Больше. Просто у меня есть другая информация. Давайте посмотрим. Это якобы были куплены два электроэнцефалографа с помощью нашумевшего здесь немца Рейка Упица. Но когда начали выяснять, оказалось, что это в любом случае это не покупка. Это была благотворительная помощь и по таможне они пришли по нулевой стоимости. То есть это было ничто. Никакие деньги, ни на какие Н-скваглоров никто не тратит. Они заявили, что они стоят 70 тысяч долларов. Мы пропили по интернету такой аппарат, если даже его покупать за деньги. Вот. У нас уже здесь с растаможкой доставка стоит 20. Сколько может стоить такой аппарат? Ну, значит, еще я жертва от Рейка Упица. Тогда получается я. Я допускаю вероятность, что вы пожертвовали деньги и вы не знали, что с ними произошло дальше. Да, я отдала. Но почему аппарат, который стоит 20 тысяч долларов, приобрели за 80? 80. Вопрос к Рейку Упицу. А я при чем? Например, к Рейку Упицу. То есть вы сняли деньги со счета 80 тысяч купюрами и отдали Рейку. Да, что вы говорите, у меня все возможно, поверьте. Подождите, я правильно вас понимаю? Да, да. Может, для вас невозможно, а для меня возможно. Вот и ответ, где деньги? А он завтра скажет, что он ни купейки не отримал, я вас переконаю. А скажите, Татьяна, вот вам не страшно было взять вот просто 80 тысяч народных денег, собранных другими людьми и отдать человеку? А вы что думаете, что для меня деньги это все в этой жизни? Нет. Я правильно понял, что вот вы взяли деньги, которые, к великому сожалению, уже не могли помочь вашей дочери и отдали некоему немцу Райку Упицу из рук в руки без справок, без подтверждающих документов. Без. Он за делом Оксаны следил с первых секунд, поэтому я его знала не месяц. То есть вы настолько ему доверяли? Ну, доверяла. А вот вы не боялись, что они их не по назначению используют? Не думала. И что вам адвокаты досвеченные даже не подсказали, что нужно взять хотя бы розписку в простой письмовой форме? А когда? Что он от вас отримал 80 тысяч долларов? Ну, давай вам было приехать, мне и подсказать. Питание, чи захищены громадяни, которые пожертвовали або юридические особи, люди? И питание, они сейчас законодательством не захищены. Всех, наверное, цікавят. А как цельное призначение, как захистить? И вот, например, фонд, который помогал этой девочке, Оксане Макар, он очень правильно сделал. Он финансировал безусловно деньги на лекарню або на лекарь. То есть, не безусловно получив благодатие где-то на рахунок, а давал уже конкретно выполням этим работам. И так вы можете захистить свое цельное призначение. Немец Райко Опиц, владелец газеты немецкой, очень внезапно появился в нашей стране и также внезапно исчез, но с очень непонятной репутацией. Райко Опиц из Аллы Гудь, мамы Саши Поповой, требовал, как говорит сама мать Саши, 24 тысячи евро за приезд Луца... Так, это было, все было. Мы говорим о том, что было. сделал, как казарам паспорт. Итак, все, тихо. Ты шо? А теперь слушаем, зачем? Потому что, если вдруг эти деньги украдены, тот, кто их украл, должен понести наказание. Это понятно, зачем? Вот давайте выяснять, где они. Потому что мне не все равно. Да, к сожалению, мы не воскресим Оксану, но если кому-то понадобятся деньги, я хочу, чтобы люди без страха их жертвовали. Я достаточно ясно изъясняюсь. Я, безусловно, встречался и с Аллой Гудз, и с Сашей Поповой, и со всеми, и со всеми фигурантами этой истории. Значит, Алла сказала, что денег, налички, неналичных денег от матери Оксан не получала, якобы были куплены эти аппараты, но паспорта... Она не получала, нет. Ну давайте дослушаем. Паспорта матери и самой Саши оказались в руках у этого Райка Опица, и с мая месяца, кажется, по июль, если я не ошибаюсь, но очень долго, что вообще запрещено законом, передавать паспорта. И он сказал, пока вы не заплатите 24 тысячи евро за приезд Луца Хармса, главного врача немецкой клиники Шарите, я вам паспорта не отдам. Потом было как бы такое опровержение самой матери. 24 тысячи евро, это цитата, о которых он не говорил, так говорит мать, это не плата за документы, а столько стоят услуги профессора из клиники Шарите Луца Хармса, говорит мать. А теперь синхрон получен нашей телекомпании лично от Луца Хармса, я цитирую, я не могу этого понять, это абсурдно, мы не требовали никакой оплаты, господин Опиц прекрасно знает, что это бедная семья, он был там и видел, что у этой семьи нет денег, поэтому я и отказался от гонорара, говорит Луц Хармс. Это обычная мошенническая махинация, человек говорит, я вам привезу врача, известного, хорошего, врач приезжает, с ним договаривается, вы же благотворительно приедете, ну конечно, врач приезжает, осматривает, уезжает, говорит, за приезд врача 24 тысячи мне, пожалуйста. А врач говорит, вы что? Главное, что я от вас почу, хочу сказать, вы отдали гроши Саши на той аппарат, она зараз дыхает? Дыхает. Если вы что-то тут неправду нам все сказали, Господь у вас потом это запитает. Я знаю. Ваш ад, к огромному сожалению, будет продолжаться до тех пор, пока вы сама для себя не ответите, кто вы во всей этой ситуации, жертва или не жертва. Вот у меня к вам предложение, если вам действительно в этой жизни нечего скрывать и вы открыты, и если вы готовы ответить, каждому по отдельности, а может быть всем вместе сразу, инициируйте привлечение общественности к разбирательству по поводу финансов и привлеките сюда финансовые учреждения, которые вам в этом помогут. Мне очень жаль, что непонятно, куда на самом деле делись эти деньги. Я бы действительно хотел, чтобы вы последовали совету Михаила и действительно инициировали факт разбирательства. Кто взял эти деньги и куда они делись? Узнаем. Я думаю, это раз и навсегда действительно снимет с вас всяческие подозрения и обвинения в нечистоплотности и спекуляции на смерти собственной дочери. Уже на этой неделе обещают конец света, которым напуган весь мир. Люди с ужасом ждут этой пятницы, хотя никто до конца не понимает, что же произойдет на самом деле. Весь мир замер в ожидании Армагеддона. 21 декабря 2012 года по предсказаниям индейцев майя настанет конец света. В преддверии апокалипсиса люди охвачены паникой и за свое спасение готовы отдать последние деньги. На всеобщей истерии находчивые предприниматели неплохо зарабатывают. За 10 тысяч долларов украинцам предлагают пересидеть конец света в подземном бункере. А за 250 гривен купить специальный набор для выживания. Уже за месяц до страшной даты в украинских магазинах массово скупают консервы, свечи и спички. Ну, сейчас люди готовятся к концу света. Все стесняются, во-первых, что они как бы готовятся к этому. Говорят, что они не верят, но покупают. Ольга Тремина из Тернополя не исключение. Она панически боится конца света и готовится к нему основательно. А многие ученые считают, что конец света уже наступил. Об этом говорят страшное землетрясение в Азии, наводнение в США, а также странная болезнь маргеллонов, которые заражаются до тысячи человек в день. В предстоящем конце света уверен и легендарный Торнике Джгрная из Грузии. На его теле каждый год в Страстную Пятницу возникают загадочные кровавые отметины. Торнике знают во всем мире. Многие уверены, что он Мессия, а некоторые называют вторым Иисусом Христом. Только в нашей программе Торнике впервые согласился рассказать, как конец света отразится на человечестве. А также живые предвестники Армагеддона и компетентные эксперты расскажут, кто и с какой целью прогнозирует конец света и как правильно готовиться к этой дате. Сегодня мы попытаемся понять, действительно ли наступит конец света и если да, то каким именно он будет. Поприветствуйте наших экспертов. Профессор, который занимается исследованием календаря Майя Вадим Рубень. Телеведущая и актриса Талла Калатай. Экстрасенс Роман Латынин. Журналист Алексей Кутепов. Психолог Наталья Холоденко. И доктор медицинских наук Николай Бузов. У меня в руках набор, который специально приготовлен для конца света. Давайте посмотрим, что в нем предлагают. Этот набор был куплен за 250 гривен. Подобные наборы продают в интернете. Набор там следующий. Самый важный продукт для конца света это водка. Да. Обсудим потом количество. Еще один очень важный момент это мыло. Хозяйственное. Гречневая крупа. Килограмм. Шпроты. Веревка. Наверное, в комплекте с мылом должна идти. Две свечи. Настойка валерьянки. Бинт и спички. Я не знаю, на что надеются люди, которые покупают этот набор, но тем не менее он пользуется спросом. Наша первая героиня тоже активно готовится к встрече 21 декабря. Она уверена, что конец света будет и готова рассказать свой секрет выживания. Встречайте, Ольга Дремина. Здравствуйте, Ольга. Присаживайтесь. Здравствуйте. Почему вы верите в то, что 21 декабря будет конец света? Так, как я думаю себе, что надо к этому быть готовыми всегда. И я уже вот так себе это восприняла, что это все равно случится. потому что нужно иметь и запасы какие-то дома. Ну, такие хотя бы кто сколько может по мере своих возможностей. Знаете, на мой взгляд, вы подготовились основательно. Мы были у вас дома, вы показали, что у вас есть. Давайте посмотрим. Вот брюки. Вот я взяла, значит, что-то тепленькое, чтобы туда еще раз мороз будет ведь тоже нужно иметь, да? Печки. Ну, пять упаковочек. Сыжники в весе. Упаковочек в весе, чумно, потому что основное питание нужно много этого иметь. Вот, видите, как я вот так упаковочек правильно покажу. Здесь до 30 пачек. Все я брала там стерли. Это туалетная бумага. Туалетная бумага здесь лет до 80, но этого еще мало. Надо будет докупить еще столько же. Валерьянка тут заспокеливает по-порисковой травматр. Спирт нужен обязательно обрабатывать руки. если где-то что-то, ну, сами знаете, это нужно. Для котика я купила вот такие консервы в количестве пять. Пока, потому что они для меня дороговаты немножко. И вот так на плечо нужно сделать вот так вот. Вот. И все. И поедем. Все, что видно нам было. Ольга Геннадьевна, на мой взгляд, вы совершили достаточно масштабные покупки. Во сколько это вам все обошлось? Знаете, вот я получаю в пределах тысячи. Но я потратила тысяча триста, потом второй раз я еще пятьсот рублей потратила. А скажите, кем вы работаете? Я работаю, знаете, я работаю в областной спортивной школе ночная охорона. Охранник в школе? Да. И вы потратили больше, чем свою зарплату на то, чтобы к чему-то подготовиться? Я отлаживала где по сто гривен, где по пятьдесят. То есть вы готовиться начали достаточно давно. А скажите, на ваш взгляд, как это все будет происходить? Будут жертвы в результате обвалов и крушений, потому что будут и дома падать, и будет и вода, и будут люди гибнуть, просто гибнуть. То есть будут катаклизмы? Да, будут катаклизмы, да. Где вы будете спасаться от этих катаклизмов? Ну, я вот думаю, что есть такие люди, которые бы, может быть, взяли меня, что ли, как-то, потому что у меня тоже вот дочь, она говорит, я буду со своим женихом, мама, вот, думаю, может быть, кто-нибудь еще меня пригласит. Куда? Куда-нибудь. Типа подвального помещения, я так думаю. Если вдруг вы не найдете себе подвального помещения, все ваши приготовления, в общем-то, окажутся ненужными? Есть ведь много добрых людей, правда, всякое бывает, сейчас люди не верят, просто думают, что это сказка. Почему вы верите в то, что это произойдет? Я чувствую просто это. И вот дочка говорит, вот она где-то прочитала в интернете, мама в интернете написали то, 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 то. А я говорю, Эля, в интернете, если пишут, то может быть, есть какая-то доля правды. Ну вот, я, насколько помню, все началось с календаря мая. Вы верите в календарь мая? Ну, я вот думаю... Ведь именно он говорит о дате 21 декабря. Да. Вы знаете, я верю. Почему? Потому что все-таки это пишут умные люди, ученые люди. А давайте обратимся к ученым. Сегодня у нас есть человек, который посвятил ну какой-то большой кусок времени изучению, исследованию календаря мая. И зовут этого специалиста Майя. Майя, скажите, вы что думаете об этом? Я смотрю, у вас даже календарь какой-то был как, да? Да, это и есть календарь мая, календарь, который называется синхронограф различных космических и галактических циклов. Все циклы, большие и малые, сходятся 21 декабря в одну точку. Это такой уникальный день в истории человечества, в истории всей нашей Солнечной системы, когда 21 декабря в одну линию напротив ведра Солнца выстроятся все планеты Солнечной системы, все. И? И мы входим в новую эру, эра психозоя, то есть эра ноосферы. Простой вопрос, я 22 декабря проснусь утром и что? Хорошо. Я лично, как обычный человек, не владеющий умными словами ноосфера, нооразум и психозой, вот что я почувствую и увижу? Значит, мы входим в те 4 дня великой пустоты, когда поле, электромагнитное поле Земли упадет до нуля. Вот эти 4 дня, в которых мы будем находиться, я хочу людям объяснить. Полный сумерек будет? Да. И вот в эти 4 дня произойдет смена, мы входим в квантовый переход, переход в другое тело, в тело бессмертия, и мы входим в тело, которое будет внешне, наше тело, но внутри оно будет разреженная атомная структура. Это уже человек ноосферы, и мы заменяем наши тела. Не все люди перейдут. Не все люди перейдут? Я что почувствую? Ну, сначала вы очень расстроитесь, когда вы увидите, что это действительно сбывается, и уже вы будете в другом теле. Как все будет выглядеть? Ни одного предмета трехмерного мира не останется, мы входим в ноосферу. У меня такое впечатление, что мы в детском саду и слушаем сказку про соломяного бичка. Сидят дорослые люди, которые верят, что мы перевтелимся, что это с нами будет. Перевтелиться может только душа. Кроме души, ничего. И поверьте, вы мне тут все проснемося мы так же, как и всегда. И ствердюю вам, конца света не будет. Магия мольфарин Ничем не гирше, Инкин. С ясновачением у нас все добре. Международные исследователи провели специальный социологический опрос людей по всему миру. Верят ли они в конец света? И, как оказалось, больше всего в грядущий апокалипсис верят в Китае. Там каждый пятый житель готовится к тому, что 21 декабря будут происходить катаклизмы. На втором месте Аргентина, Португалия. И почетные, третье место, как ни странно, занимает Украина с Россией. Не знаю, с чем это связано. Может быть, потому что мы такие доверчивые. Может быть, потому что у нас жив предпринимательский дух, и люди, которые хотят на этом заработать постоянно, подогревают эту тему. Но у нас бронза. Не только Ольга запасается на случай катастрофы. Мы тоже попытались купить товары первой необходимости, которые нам, возможно, пригодятся во время конца света. Давайте узнаем, как это было. В данный момент спрос на свечи и спички, потому что какие-то идиоты распустили слух, что 21 декабря конец света, и народ сгребает свечи и спички, потому что вдруг электричество отключится. А на сколько увеличились продажи? Намного. А сколько вы берете спичек? Пять упаковок. А на какое берет время вам это? Мне хватит. А свечки купили уже? Нет. Свечки кончились, разобрали последние. Часто свечки? Чаще. А свечки и свечки. А почему, зачем? Кому, как. Кому, кто в конце света. Количество продаж как изменилось? Ну, добавлено три раза больше. Ну, фраза вот такая конец света. Ну, я же вам говорю, что все стесняются, во-первых, что они как бы готовятся к этому. Говорят, что они не верят, но покупают. Если мы говорим о продаже свечей и спичек, это, в общем-то, достаточно бюджетные затраты, то некоторые продают бункеры. И сегодня у нас есть хозяйка бункер отеля, которая сдает свои номера всем желающим. Вот это, как раз сейчас мы видим наш бункер. сколько номеров в этом уникальном доме? Бункере я могу принять, ну, человек 8-9, будем так сказать. 8-9 человек. Скажите, есть ли свободные места? Нет. Уже нет? Нет. Но у меня весь дом занят на 22 число. Как давно раскупили эти места? Еще месяц назад. Месяц назад? Да. Сколько стоит переночевать? 200 гривен. Так подождите, будет же конец света, зачем вам деньги после него? А, кстати, вы верите в конец света? Я не верю. Вы не... А вот поэтому и... Я не верю в конец света, но каждый человек хочет спастись, если не дай бог это произойдет. Поэтому каждый человек ищет то место и верит в это, где бы он смог спастись. Дело в том, что там армированные стены, это бункер второй мировой войны. И там стоит металлическая, не металлическая, савернированная дверь. Себе на эту дату место в бункере зарезервировали или все-таки будете наверху? Нет, я буду наверху. Кто-то же должен готовить, кто-то должен воду подавать, кто-то должен что-то делать. Я не верю в это. Тем не менее, многие считают, что самым безопасным местом на 21 декабря будет именно подземный бункер. Сегодня у нас в студии человек, который занимается их строительством. Здравствуйте, Геннадий. Здравствуйте. Расскажите, сколько стоит бункер, который может спасти от конца света? Ну, где-то порядка 250-360 тысяч долларов. То есть, спасение от конца света стоит 250 тысяч долларов? Хорошо. От чего спасают бункеры? Радиобиохимзащита и физическое нападение. То есть, если начнутся взрывы ядерных электростанций, то можно опуститься в бункер и переждать, пока там хотя бы немножко спадет радио. Сколько можно прожить в таком бункере? Ну, до полугода можно прожить. То есть, у вас бункер купили? Построил. И не один. Вы даже и не один построили? Да. Сколько построили? Ну, порядка шести. Вы смогли нажиться на конце света? Да, я смог нажиться на конце света. Я хочу сказать, ну, рассказать случай из своей практики. Неделю назад моя клиентка купила у какого-то украинского ученого трубочку, слушайте внимательно, которая запаковывает свет в воду для квантового перехода за 2000 евро. это круче, чем бункеры, потому что это реально просто железная такая трубочка внутри с заварником. Это действительно круче. Она, все сбережения семьи, муж еще не знает, которые они там 10 лет собирали, она купила эту трубочку, она сказала, это еще недорого, это с 50% скидкой, и она искренне считает, что она полностью защитила всю свою семью, они будут пить эту воду заряженную, в общем, они перейдут, мы не перейдем на новый уровень, а они перейдут. А у них трубочка есть за 2500 евро? У них трубочка есть, просто да. Все это не было смешно, когда мне было так грустно. И сейчас я предлагаю для всей Украины тест. Внимание, если вы готовитесь к концу света, у вас уже есть проблемы с психикой, вы внушаемый человек, поэтому, по этой простой технике, если вы покупаете спички и свечи, вы смело можете идти к психологу и заниматься психотерапией, пока не поздно. Будет ли конец света или не будет, вы не знаете, но вы рекомендуете им обратиться за помощью к психотерапевту. Я рекомендую, потому что люди, которые реагируют на вот такие вещи подобным образом, это люди внушаемые. Ольга, я кандидат наук, я тоже ученый, вы внушаемый человек. Вас завтра цыганка обманет, вас деньги вытащит, послезавтра вы можете попасть в секту. Это же серьезные вещи, вы же, ну, у вас же дети есть и тому подобное. Главная тема, что вот ребята, спокойно прыгайте, обрыва нет. Он под вами, ну прыгайте. Все хорошо, у нас есть психологи, этого нет. 21 декабря, вот чтобы мы понимали, мы не готовы к событию и не хотим быть готовы к нему. Все галактические различные циклы в этот день сходятся в одну точку. Это наука. Если вдруг то, что вы говорите, это правда, это, в общем-то, будет, так сказать, неудобно тем, кто в это не верил. Но у меня просто вопрос к тому, насколько можно верить этим источникам. Мы говорим о науке движения космических тел. А давайте пригласим специалиста по движению космических тел и спросим у него, так ли это обстоит на самом деле. Сегодня у нас в студии известный украинский астролог Игорь Никишин, который точно знает, что будет происходить в нашей галактике 21 декабря 2012 года. Игорь Никишин, встречайте. Здравствуйте. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Прошу вас, присаживайтесь. Вот мы здесь говорим о том, что у нас будут какие-то проблемы, и эти проблемы связаны с тем, что у планеты выстроится в ряд. Что у нас будет 21 декабря? Есть ли там какие-то предвестники того, что будет конец света или какой-то... Ничего не будет. Ничего не будет? Это, скажем так, схематическое изображение планет Солнечной системы на 21 декабря 2012 года. Они разбросаны. То есть, если бы они выстроились бы в одну линию, мы бы здесь это увидели. А скажите, они могут как-то очень быстро выстроиться в одну линию? Вот оп, и выстроились. Не могут. Нет. Я вам предоставил несколько карт различных тяжелых событий, которые действительно отображают картину звездного неба на тот момент, когда они происходили. Я знаю, что одна из этих карт это... Карта Чернобыля, да. Которая, кстати, событие аварии на Чернобыле произошло вблизи затмения. Вот она. И здесь выстраиваются планеты уже совершенно другие конфигурации, чем они будут 21 декабря. То есть, с точки зрения астрологии, предпосылок для катаклизма было гораздо больше в тот момент, когда взорвался Чернобыль. А 21 декабря никаких намеков с точки зрения астрологии на конец света нет. Вот мне интересно, что по этому поводу скажут представители Майя. Вот говорят, планеты не выстроятся. Это дата окончания, исхождения всех циклов в одну точку 21 декабря. Позвольте, но планеты, это очень большие небесные тела. Они вот оп-оп и выстроились, такого произойти не может. И вот поэтому мы говорим о том, что поле упадет на 4 дня. Ноль в фазе. Если вы понимаете, о чем мы говорим. Будет чудо. Все в линии. Да, фич. Шановные гости, хочу вам дешево сказать. Всем вам известно, что Майя это шаманы, которые принимали в достаточно серьезных количествах галлюциногены. Принимавши кокаинного лица в некоторых количествах, вам еще не такое будет. Там еще планеты воперек, да по околу будут ходить и падать и все с ними будет. Так что, первое, все, зрозумейте, что галлюциногены дьют, а Майя пишут. Сегодня у нас в студии есть народный синоптик. Что вы думаете по этому поводу? 21 числа будет хмурый день, небольшой морозец, слабый снег и больше ничего. 22-го будет усиление снега, 23-го снова. Значит, дальше нас ожидает слякотный Новый год, слякотное Рождество, и зима у нас придет 11-го января. Слякотное Рождество для многих страшнее, чем конец света. Давайте по порядку. Вот смотрите, есть ли в календаре Майя дата 21-е декабря? Один из отрезков, которым меряют время, называется Бактун. Бактун это примерно около 400 лет, если брать нашу систему. И этот Бактун 21-го декабря заканчивает? Очередной Бактун, а точнее 12-й Бактун, он заканчивается с 21-го декабря на 22-е декабря по нашему календарю. Но после него должен наступить 13-й Бактун. Должен наступить. Все характерно вообще. А откуда взялась информация, что его не будет? Сами майя никогда конец света не предвещали. Но у них есть соседи, астеки, у них действительно были предсказания о том, что человечество пережило 4 эпохи, и сейчас у нас 5-я эпоха, и тоже рано или поздно когда-то она прекратит существование. Видимо, кому-то пришло в голову совместить эти две системы, ну и на этом деле немножко подзаработать. Достаточно взглянуть на вот этот набор, который вы показывали, и там много чего навязано. Женщина потратила полторы своих зарплаты, потому что кто-то решил совместить календарь майя, и в общем 21-го числа ничего не закончится, ну кроме Бактуна. Вот вам только что специалист откомментировал все происходящее. Вы теперь не жалеете о том, что сделали масштабные покупки? Нет, не жалею, потому что я к этому готовилась. Не убедил профессор. Не убедил. А назовите свои полные регалии. Почему не убедил? Ну потому что не уверена, что так будет, как он сказал. Кто-то относится к этому с должной иронией, а кто-то может невроз заработать на этой почве. Дмитрий, я хочу сказать более того, это же преступно, понимаете? Вот, вот, вот. Это же преступление. Потому что кто-то купит 10 консерв для кота, а кто-то повесится. Вы понимаете это или нет? Кто-то пойдет и повесится, потому что он боится конца света. А кто-то пойдет и всю свою семью истребит, как это уже было. Вы не боитесь понести ответственность за то, что кто-то покончит с собой либо расправится с собственной семьей? это выбор, личный выбор человека. Каждый один сидит в медитации. Конечно. Конечно, личный выбор, особенно если нагнетать обстановку. Мамам нужен покой для их детей. И они должны просыпаться, не думать о конце света, а думать о том, как накормить ребенка. На сегодняшний день к нам приходят мамы с детками, без деток в панике, в ужасе. Приходят старушки, которые на пенсии, приходят одинокие и все спрашивают, а что же делать? Идут как за спасением. А помогите, а расскажите, а поработайте, а доживем ли мы, а помогите дожить, а вдруг не дотянем. Те, кто уже, извините, немножко на этом поведен, я, естественно, с ними работаю. Как-то вот так вот получается, что вас, вашу стратегию поведения на 21 декабря никто не поддерживает, ну, кроме людей, которые хотят на этом нажиться. У вас за все это время не возникло желания все-таки пересмотреть свои взгляды и, возможно, обратиться к кому-то из специалистов, чтобы они помогли вам успокоиться, чтобы вы не паниковали, и 21-22 декабря для вас было обычным днем. Нет, мои взгляды не переменились. Почему? Не знаю. Я уверена в своих взглядах. Кому вы не верите? Я уверена в своих взглядах. А сначала вы говорили, что взгляды умных людей вам помогли составить такую точку зрения. Вот ученые сидят. Потому что нужно верить в то, что выгодно на данном этапе, в то, что удобно. Уже консервы куплены, значит, надо ждать конца света. Мне хотелось бы объяснить эту ситуацию, с мистической, с оккультной точки зрения, к чему нам следует готовиться. Какую ситуацию? 21 декабря. Прошу. Ожидаемый конец света. Так вот, что я вам хочу сказать, как экстрасенс, конца света 21 декабря не будет. На каком основании вы это говорите? Но! Посмотрите, что сейчас происходит. Повсеместное наводнение, потопы, Венецию затопило, по Нью-Йорку прошелся ураган, в Австралии выпал снег. О чем это говорит? Мы не будем привязаться к каким-то датам. Мы сами себе можем создать конец света. Это однозначно. Именно люди. Почему? Посмотрите, что мы делаем с землей. Выкачка нефти. Это рано или поздно приводит к каким-то катаклизмам. Я понял. То, о чем вы говорите, также считает наша следующая героиня, которая, в общем-то, убеждена, что конец света уже наступил. Встречайте, ясновидящая Юлия Стрелецкая. Здравствуйте. Здравствуйте, Юлия. Присаживайтесь. Итак, ваша позиция по поводу конца света? На самом деле это мина замедленного действия, что конец света потихонечку он идет, смеяться не нужно. Я ничего глупого не говорю, потому что убивают родители детей, дети убивают родителей, животных, природу. Мы пришли сюда в гости, а в гостях что не принято? Что? Сорить и безобразничать. Скажите, есть ли какие-то предпосылки конца света? Предпосылки есть. Какие? Самые важные. На что мы не обращаем внимание? Кара небесная. Что это такое? Наказание Божье, да? То есть, сейчас появилась болезнь, наверное, слышали, да, Маргеллоновая болезнь. Я считаю, это мое мнение, что это и есть кара небесная. Кто не знает, что это такое, давайте посмотрим, как это выглядит. Это болезнь, во время которой из собственного тела человек достает комочки, в которых живут черви, иногда мухи, иногда камни. Вы работаете с Маргеллонами? Рассказываю, какие признаки. Ко мне пришла женщина, у нее на щеке было несколько вот таких шишек. Одна из шишек текла, и вот она брала, порынесла, мне показала вот такие палочки, на конце которых бинты, и она в крепкий раствор марганца мочила этот кончик, где марлечка, и наматывала вот эти слизистые. Вы не представляете, какой это ужас, какой это кошмар. Вы не знаете, что это такое. Я видела это собственными глазами. Это страшное заболевание. Это действительно как бочья кара какая-то. Это правда. У нас сегодня в гостях человек, который болеет этой странной болезнью маргеллонов. Он утверждает, что ни один врач не может ему помочь. Это Владимир Сальников. Поприветствуйте. Здравствуйте, Владимир. Присаживайтесь. Расскажите, как проявляется эта болезнь, что говорят врачи. Врачи, вот как раз болезни есть, но для врачей она не существует. Потому что ко всем врачам, к кому я прихожу, делают все анализы. Ну, соответственно, те, которые они знают. По всем анализам, по всем показателям, я здоров. Но... А какие симптомы? Симптомы? Началось это в 2010 году. В уголках рта было очень много таких вот, как бы, как точечек, ощущения, когда смотришь, как будто глаза на тебя какие-то смотрят. Потом я уже понял, что вот эти вот волокна, и из них постоянно источается слизь. И буквально, может, через неделю-две после этого меня начало всего разрывать. руки, вот от локтей сюда вниз в ноги, полностью лицо, и начали исторгаться иглы, волокна, отоссюду, из пяток, из языка шли черные такие. Вкус как будто объелся солидола. Есть ли у вас какие-то догадки о том, почему именно вы являетесь носителем этой болезни? Нет. Ну, если смотреть, так сказать, с точки зрения грех за мной есть с войны. Я был в Афганистане и при обстреле в одном из сел мне пришлось бросить гранату в дом, в который я потом вошел, там были одни женщины и дети. Я хоть и у батюшки был, поведался неоднократно, но грех это как бы за собой чувство. За что мне это понятно? А вот что это мне, это, естественно, совершенно непонятно. Пророки говорили заранее о том, что на самом деле при приближении конца света то будут определенные болезни, которые ранее не были известны. Но мы сейчас не говорим о том, что человек заболел, значит завтра конец света. Нет. Вопрос в том, что это предвестник, что ожидается... Ожидается. Хотелось бы узнать вот мнение экстрасенса по этому поводу. Что вы думаете? Потому что мне это напоминает, что у каждого будет свой персональный конец света. Свой, правильно, свой персональный апокалипсис. Если мы будем интеллектуально развиваться, духовно развиваться и беречь свою землю, на которой мы живем, никакой апокалипсис нам не страшен. Пока что мы так и не выяснили, будет ли на самом деле конец света. Во всяком случае, Ольга в это не верит. Но сегодня в нашей студии есть человек-феномен, которого исследовали лучшие ученые мира. На его теле каждый год в ночь на Страстную пятницу появляются раны на тех же местах, что и у распятого Христа. Парень говорит, что у него было послание о конце света. Он готов рассказать, как все будет происходить. Он приехал к нами в Грузию. А можете рассказать несколько слов о том феномене, который с вами происходит? Ну, это все началось со мной в 14 лет. Мы сейчас видим на экране изображение этого. Я лег спад, как обычно. ночью. И я, у меня было ощущение, что падаю в обмоток. А во время этой ощущения я вижу, что как сон, как будто сон. И происходит распятие. Ну, как я ощущаю, что какого-то человека, давай не назовем даже распятие, мучают какого-то человека. Когда вижу я, что его касаются, вот эти чувства передаются мне в этом сне. очнувшись уже были четыре рана на руках и на ногах. Отмечение, можно сказать. Насколько мне известно, у вас было видение по поводу конца света. мы сейчас сами себе ведем к этому, чтобы что-то произошло. Видение, вот мои чувства, это говорят, что мы дойдем до плохого. Вот таким самовнущением, можно сказать. Если дереву кричи, что высохни, высохни, оно высохнет в конце концов. Понимаете, в чем дело? Этот конец света люди создадут собственными мыслями. Да. Для меня, например, вот как оценанного, разумного человека, массовая психоза это уже проблема, это уже конец света. Когда миллионы людей верят во что-то и верят очень глупо, на мой взгляд, конечно, это для меня конец света уже. Знаете, на самом деле мы настолько любим жить прошлым и будущим, мы любим, боимся жить сейчас. Давайте жить и в данную минуту мы всех видим, мы живы, близки, здоровы. И вот это счастье и никакого конца света. Давайте жить сегодняшним днем, сегодняшним моментом, этой секундой. Вот. А по поводу конца света у меня любимая шутка, что русские будут праздновать по старому календарю 3 января конец света. Поэтому, друзья, давайте улыбаться, давайте все-таки оптимистично быть настроенным. Давайте хватит этой жути, потому что можно действительно пойти и вздернуться впечатлительным таким, как я. Все. Выслушав все здесь происходящее, вы изменили свою точку зрения? Я свою точку зрения не изменила, потому что нужно к этому готовиться. Готовиться нужно. Готовиться нужно. Мы об этом говорили, но мы говорили о том, что 21 декабря ничего не будет. а вдруг частично будет. Самое интересное, что даже если мы поверим календарю мая, то, в общем-то, не свечи надо покупать. К концу света нужно готовиться духовно, а не материально. Я хотя бы надеюсь на то, что вы не будете бояться 21 декабря, и ваша валерьянка вам не пригодится. Браво! Будет ли конец света, мы узнаем уже в эту пятницу. Но 21 декабря 2012 года, к сожалению, уже стал успешным брендом, и его продают за большие деньги. Конечно, это личное дело каждого, верить в конец света или нет, готовиться к нему или нет. Но лично я надеюсь, что мы все-таки увидимся с вами через неделю в этой же студии. Всем спасибо!